Комедия, как жанр, никогда не устареет. И даже если события театральной постановки происходят в так называемую эпоху застоя, ее персонажи и их судьбы могут быть понятны и близки современному зрителю. Театральный коллектив «Феникс» поставил на сцене Дворца культуры имени Гагарина спектакль «Старомодная комедия» по одноименной пьесе драматурга Алексея Арбузова. 1968 год. Санаторий на берегу Рижского залива. Пациентка учреждения, бывшая цирковая артистка Лидия Васильевна Жербер, встречает главного врача Родиона Николаевича. Между немолодыми людьми начинают кипеть нешуточные страсти. Вы просто здоровое существо. Вот уже полчаса вы издеваетесь. Самый быстрый же мотозапрительный, что я при вас немедленно выпущусь, родная. Главные роли исполнили Марина Кузнецова и Игорь Грушевский. В массовых сценах остальные актеры «Феникса». Кстати, идея создать массовку в спектакле принадлежит режиссеру Ольге Мурушко. В оригинальной пьесе только двое героев. Меня очень порадовали мои участники, мои актеры. Они до такой степени отдались, начали помогать актерам, главным героям. Помогали где-то мне, помогали. Как сказать, не то, что подсказывали, а если вот так, вот если бы. И знаете, некоторые вещи были очень даже просто в точечку. Вот. Особенно вот этот выход из зала, это заслуга ребят наших. А что, если мы из зала выйдем? И понимаете, и некоторые вещи просто вот, ну, прекрасно вот ложились. По ходу развития событий зритель убеждается, что бывших циркачей не бывает. Лидия Васильевна, как пошутила сама Марина Кузнецова, начинает настойчиво дрессировать Родиона Николаевича, словно циркового пуделя. Доктор, в свою очередь, старается сопротивляться ее напору. Герои постоянно подкалывают друг друга. Ну, вообще, когда встречаются нечастные мужчины, достойные внимания, такие все приблизительные, кто несет, посмотришь, ну, припадут. Ну, что ж ты варю с тобой, да? Такой, ну, лёд, да? Какой неказистик. Такой, то, скрепит. Знаете, иногда я женщина, что-либо на бритвиле сказать трудно. Когда актрисе предложили роль Лидии Васильевны Жербер, она просто не поверила своим ушам, ведь Лидия Васильевна всегда была ее самой любимой театральной героиней. Я, когда еще, будучи маленькой, первый раз увидела эту постановку театральную, и, казалось бы, ну, еще тогда была я мала, чтобы что-то понять, но над чем-то она мне запала в душу. И я всегда ее вспоминала на протяжении всей жизни, вот именно эту постановку Гончарова. Вот эта актриса, Сухаревская Лидия, которая играла ее, она как-то всегда была для меня и интересна, и как женщина, и как актриса. Когда мне предложили, я не поверила, что у меня такое просто счастье, такая возможность превоплотиться. В итоге герои раскрывают друг другу души, и все насмешки и недомовки разбиваются о самое прекрасное чувство – любовь, которой, как у Пушкина, все возрасты покорны. АПЛОДИСМЕНТЫ Владимир Новоселов, Ярослав Акимцев. День города.